Россия. История в лицах. — Конечно. Все-таки в Москве были каменные дворцы, большие храмы. — Кремль. — Ну да, Кремль, древние монастыри. Но, как и в деревнях, в Москве не было асфальтированных дорог, электрического освещения улиц. А в домах и квартирах люди жили без водопровода и канализации. В общем, так же, как в какой-нибудь глухой деревне того времени. — И давно это было? — Не так уж и давно, если судить по меркам истории. Лишь немногим больше ста лет прошло с тех пор, как Москву начали превращать в настоящий благоустроенный город, в европейскую столицу. И впервые этим серьезно занялся городской голова Николай Алексеев. — Как понять голова? Понятие городской голова в старину означало главный в городе, градоначальник. Он решал хозяйственные вопросы, следил за порядком и чистотой. В общем, заботился о том, чтобы горожанам было удобно и безопасно жить в Москве. Николай Александрович Алексеев происходил из старинной купеческой семьи. У его деда и отца было несколько фабрик. С юных лет Николай помогал отцу руководить всеми делами. — О чем задумался, сынок? — Да вот, отец, смотря как живет простой народ, и думаю, мы очень богаты. Дела наши идут хорошо. Мне кажется, мы должны как можно больше помогать бедным людям. Что ж делал, ты говоришь, сынок? Правильно, Алексеевы всегда были благотворителями на московской земле. Дедушка, а что такое благотворитель? Это слово означает «человек, творящий благу», то есть делает добро людям бескорыстно, бесплатно, без всякой для себя выгоды. Николай Алексеев был очень сильным, здоровым юношей, однако он сочувствовал людям больным и много времени проводил в лечебницах, помогал им деньгами. В 25 лет Алексеева избрали санитарным чиновником города Москвы. Николай Александрович был так богат, что мог вообще не работать или заниматься исключительно своими фабриками, но он очень переживал за родной город и хотел сделать его чистым и уютным. Грязь на московских улицах будет до тех пор, пока мы, наконец, не проложим асфальтовые тротуары. Так ведь дорого это, Николай Александрович! Просто никто не желает хлопотать, ходить по высоким кабинетам с протянутой рукой. Что ж, я сам пойду. И Алексеев добился своего. Правительство выделило деньги на асфальтовые тротуары, газовое освещение в Москве. Помимо всего этого, Николай Александрович заботился о совсем маленьких москвичах. Хочу в память о покойном отце сделать доброе дело. Отец любил детей, и я построю начальное училище для мальчиков и девочек. Это большое училище действует по сей день. Только теперь это городская музыкальная школа номер 30 имени Николая Александровича Алексеева. И в этом есть глубокий смысл. Наверное, Алексеев любил музыку? Да, Алеша. В этой семье было немало театральных и музыкальных деятелей. Один из них, двоюродный брат Алексеев, известный на весь мир режиссер Константин Сергеевич Станиславский. Алексеев помог брату основать Московский художественный театр. А друзьями Николая Алексеева были такие деятели культуры и искусства, как Чайковский, Убинштейн и Третьяков. Знаешь, Николай, что о тебе говорят среди московской интеллигенции? Что, дескать, у нас на Москве музыкальное общество и консерватория существуют только потому, что богатый купец Алексеев дает деньги на их содержание. Что ж, это приятно слышать. А то и деньги, чтобы их на хорошие дела отротить. А знаешь ли ты, что тебя в городе не только хвалят, но и вовсю ругают? Догадываюсь, догадываюсь. Это за то, что я настоял на том, чтобы снести торговые ряды на Красной площади? Ну да. Народ привык там мясо да рыбу покупать. Ай, да ведь там грязища была, крысы бегали. А теперь мы построим на этом месте самый лучший, самый большой и красивый магазин во всей Европе. Так стараниями Николая Алексеева на Красной площади появилось здание ГУМа, которое действует по сей день. А еще мы обязаны Алексееву тем, что напротив памятника основателю Москвы Юрию Долгорукому появилось величественное здание Московской городской думы. Этот молодой Алексеев удивительный организатор. Энергия в него просто бьет через край. Такой способен горы свернуть. Послушай, а что если избрать его московским городским головой и председателем думы? По-моему, лучшего человека на эту должность не найти. Вот и я говорю. В 33 года Николай Алексеев стал московским городским головой. Всего 8 лет он возглавлял столичное хозяйство, но за это небольшое время Москва преобразилась. Новость есть в городской думе! Считайте свежий номер! В Москве начинается строительство водопровода! Алексеев со всей своей энергией взялся за решение главной московской проблемы – налаживание водоснабжения. Так, под Матищиной геологи нашли большие запасы подземной воды. Вода хорошая, чистая. Очень быстро под руководством Алексеева были построены две водонапорные башни, проложенные линии водопровода. До этого воду по домам развозили в бочках водовозы на телегах, запряженных лошадьми. Теперь каждый дом мог подключиться к центральному водоснабжению. Вода подавалась во все квартиры и на все этажи. Ну, водопровод провели. Теперь надо устройством канализации заняться. Не забывал Алексеев и о больницах, о которых привык заботиться с ранней юности. На его средства была построена большая и очень комфортабельная лечебница для душевнобольных. Эта больница и сейчас носит имя своего основателя Николая Алексеева. Господа, а что это у нас в Александровском саду творится? Как еду мимо, вижу только забор, покосившийся из досок. Да, пропал сад. Совсем его забросили, запустили. Да, 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 да. А раньше-то, помните, господа, гуляния там устраивали. А сейчас, ой, бурьян один, да непролазные заросли. Безобразие. И это возле самой Кремлевской стены. Я объявляю сбор пожертвований на восстановление былой красоты Александровского сада. Вот это дело. И Алексееву удалось преобразить этот уголок Москвы. Александровский сад открылся для посетителей. Широкие ухоженные аллеи, фонтаны, все то, что мы видим сейчас, было устроено благодаря заботам городского головы Алексеева. А вместо мрачного глухого деревянного забора появилась красивая чугунная ограда. Просто удивительно, как одному человеку за такой короткий срок удалось сделать столько добрых дел. При содействии Николая Алексеева было построено и начало действовать училище искусств. После смерти городского головы его возглавил Константин Станиславский. В наше время это знаменитое Строгановское художественное училище. А всего при градоначальнике Алексееве в Москве появилось более 30 начальных училищ, несколько больниц, приюты для престарелых. Николай Александрович был самым выдающимся городским головой в истории Москвы, хотя руководил московским хозяйством всего 8 лет. Он погиб, когда ему был только 41 год. А что с ним случилось, дедушка? В солнечный мартовский день 1893 года Николай Алексеев, как обычно, подъехал к зданию Московской городской думы. Он собирался принимать посетителей из простого народа. Господин Алексеев! Да, что вам угодно. Николай Александрович был смертельно ранен. Он скончался через несколько дней. Весь город оплакивал своего любимого руководителя. За гробом Николая Александровича шли десятки тысяч горющих москвичей. А почему его убили? Этого никто не знает точно. Видимо, убийца был психически больным человеком, или, как сказали бы сейчас, маньяком. Но как бы то ни было, память о Николая Алексееве живет в сердцах благодарных москвичей. Его жизнь и его труды на благо людей всегда будут примером для всех руководителей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok